Здравствуйте, любители палеонтологии! Сегодня я вам расскажу про удивительного тарапода, про спинозавра. И давайте начнем! Спинозавр – это род хищных динозавров из семейства спинозавриды, который обитал в меловой период 112-93 миллиона лет назад на территории современной Африки. Первоначально ученые оценили длину спинозавра в 16-18 метров, но правда ли он достигал таких размеров? Самый крупный образец спинозавра достигает длину 14,9 метра, при весе в 7 тонн 600 килограммов. Также есть таблица, можете посмотреть. А среднюю длину спинозавра оценивают в 12 метров, при весе в 5 тонн. Самая отличительная черта спинозавра – это его парус. Парус представляет собой высокие остистые отростки. У других спинозавридов, например, у барионикса, иритатора или зухомима, тоже наблюдается наличие остистых отростков. Они были меньше, чем у спинозавра, и вряд ли могли бы поддерживать парус. Но намного интереснее узнать, зачем спинозавру вообще этот парус был нужен. Эта теория является самой популярной. Возможно, в парусе было огромное количество кровеносных сосудов, поэтому спинозавр мог повернуть парус к Солнцу, чтобы согреться. Многие динозавры, которые имели различные гребни, воротники и рогоподобные выросты, использовали это как приспособление для привлечения партнера. И, возможно, спинозавр не исключение. Парус спинозавра мог быть ярко окрашен и привлекать самок. И тут у нас парус спинозавра уже и не парус, а жировой горб. Эта гипотеза имеет право существовать, и она довольно правдоподобная. Дело в том, что спинозавр живут в засушливом климате, и иногда реки пересыхали, где охотились спинозавры. А спинозавр питался рыбой, и в горбу накапливался жир. И благодаря этому спинозавр мог переждать сезон засухи. В 2014 году выходит статья Низара Ибрагима с коллегами, описывающая новый материал спинозавра и предлагающую уникальную реконструкцию квадрепедального ящера. Первоначально она и произвела невероятный фурор в медиасфере и научной среде. Ей сопутствовали сотни публикаций, моделей и иллюстраций. А по горячим следам даже был снят документальный фильм «Новая звезда. Больше, чем Т-рекс». При этом реконструкция без многократной проверки почему-то преподнеслась в качестве финальной, долгожданной разгадки тайны спинозавра. Однако далеко не все были согласны с подобной интерпретацией. Во всяком случае в ночной среде, многие палеонтологи выразили сомнения в ее корректности, подкрепив их весомыми аргументами. В том числе специалисты по скелетным реконструкциям, Скотт Хартман и Григорий Пол. Основные сомнения можно отразить в нескольких пунктах. Во-первых, потенциальная химерность. Часть костей могла принадлежать отдельным родам, в частности другому спинозавриду, сегилмассозавру, поскольку эти короткие задние лапы принадлежат именно ему. Во-вторых, при компоновке использовано большое количество образцов разных возрастов, что могло привести к ошибкам в расчетах. В-третьих, отсутствие специальных адаптаций передних конечностей для использования в качестве опоры принципиально не отличаются от таковых у Барионевца и Зухамима. Таким образом, версия квадрепедальности спинозавра опровергнута, и бипедальная версия выглядит более правдоподобной. Спинозавр был прибрежным охотником, по всем признакам прекрасно плавал и чувствовал себя комфортно в водной среде. Скорее всего, ему был свой способ пассивный образ жизни, и ящер достаточно много времени проводил, лежа на берегу водоемов, сберегая ресурсы для огромного тела. Спинозавр ловил крупных рыб, например, анхопритисов или мавсоний. Рыба и была основой рациона спинозавра. Также мог питаться моллюсками, земноводными, черепахами, да и падлю, скорее всего. Крокодилы тоже могли составлять небольшую часть его рациона. На крупных динозавров спинозавр не охотился, ибо по всем признакам не обладал достаточным арсеналом и навыками. А вот мелкими динозаврами, скорее всего, закусить он мог. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. Всем удачного дня и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok